Почти 2 миллиона переселенцев из-за боевых действий в Украине вынужденно покинули свои дома. Большинство из них уже 3 года скитаются по чужим квартирам. Тем временем большинство парламентское блокирует принятие закона о компенсации за утраченное жилье. Кто борется за права пострадавших на Востоке и какие решения они предлагают? Подробнее Ирина Баглай. Ой, дочечка, мы переселенцы. А где жили? В Перевальском районе, станция Хвачевка. У нас там молчание. Юлия Ивановна с дочерью и внуками, их пятеро, в семье бежала из своего дома под обстрелами. Тогда же получила тяжелую травму. Я уже руку не подниму. Рука, она есть, ее не существует. Я бежала, упала, вывихала. Отбирали оттуда. Бежали от одной беды, попали в другую. Со статусом переселенцев, без дома и возможности устроиться на работу, мать с дочерью ищут средства, чтобы прокормить пятерых малышей. Таких людей в Украине почти 2 миллиона. И главная их боль, отсутствие постоянного жилья и неподъемные суммы за аренду. Сколько сейчас за квартиру платите? Ну вот я зимой платила 1400. Это снимали, плюс коммунальные. Да, и плюс, да. Выходит больше 2000. На компенсацию за свое разрушенное или брошенное на оккупированной территории жилье и не надеются. Приходится буквально пробивать каждый закон. Вот у нас закон, самый главный по переселенцам, это закон, по которому пострадавшие при АТО 17 тысяч у нас раненых мирных жителей, они должны получать поддержку. И они должны, все люди, которые потеряли жилье, должны получить компенсацию. Вот этот закон сейчас для нас центральный, мы его будем пробивать. Задают нардепу вопросы и о том, почему выплаты даже тех мизерных пенсий переселенцам блокируют. По словам чиновников, причина выезда на оккупированную территорию. Мы заблокировали вот за апрель. И не дают, вот она живется, раз у нас, без ничего, пенсии нет. Они восстановят, а вы едете, опять остановят. Блокирование пенсий незаконно, отвечает Юрий Бойко. Ведь ранее оппозиционеры выиграли суд против такого решения Кабмина. В планах у оппозиции более десятка инициатив в защиту переселенцев. В Европе 600 миллионов населения, заехало 2 миллиона переселенцев в Северной Африке. Вся Европа, грубо говоря, стоит на ушах. Все занимаются ими, все принимают какие-то решения, Евросоюз собирается. У нас на 40 миллионов населения страны, 1 миллион 700 тысяч наших граждан остались, начинают жизнь нуля. И государство не занимается должным образом для того, чтобы поддержать этих людей. У нас 14 законов, которые на очереди в парламенте для того, чтобы решить их вопрос. Семья Закировых – типичный пример переселенцев, которые не опустили руки и с нуля начали новую жизнь под мирным небом. Три года назад родители, услышав первые выстрелы, не задумываясь, вывезли своих детей. Сейчас у них 11 приемных ребятишек. Мы со Стаханова переехали. Я с мамой живу уже 12 лет. Из-за военных действий мама не хотела, чтобы дети, и мы видели, чтобы мы не слышали, как бабкают, чтобы мы после ночи не вскакивали, не бежали в подвал. За три года семья уже почти выплатила кредит за дом, а возвращение в родной захваченной боевиками Стаханов пока не думает. Там проверять нечего уже. Мародеры растащили. Ну, так стены, по-моему, остались еще. И такая участь большинства переселенцев и в дома или разграбили мародеры, или разбили снарядами боевики. Возвращаться попросту некуда. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Риотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.